Здравствуйте, дорогие друзья! Давненько не было видео по Ардуино. Мы возвращаемся к этой теме. Сегодня будем выполнять два эксперимента из книжки конспекта хакера. Это маячок с нарастающей яркостью и светильник с управляемой яркостью. Это два очень похожих эксперимента, две простых схемы, поэтому я решил их объединить в одно видео. Начнем с маячка с нарастающей яркостью. Нам понадобится Ардуино и брейкборд для того, чтобы собрать схему, резистор на 220 Ом, это диод, давайте возьмем желтенький, и два провода. Приступим к сборке. Скетч для этого урока, как и схема, довольно простой. Сначала мы задаем имя для нашего девятого пина LED-PIN для того, чтобы постоянно не запоминать, к какому пину у нас подключен светодиод. Дальше настраиваем пин, к которому подключен светодиод, в режим выхода при помощи оператора Pin Mode. Выдаем при помощи оператора Analog Write на наш LED-PIN неполное напряжение. Микроконтроллер переводит число от 0 до 255 в напряжение от 0 до 5 вольт. Таким образом, 85 соответствует примерно 1 трети от 5 вольт, то есть 1,66 вольта. Дальше идет задержка 250 миллисекунд, после этого аналогично операторам Analog Write мы задаем неполное напряжение 170, которое примерно соответствует 3,33 вольта, то есть 2 трети от 5 вольт. Дальше опять идет задержка, и после этого при помощи Digital Write мы подаем уже полное напряжение 255, которое соответствует 5 вольтам. После этого мы опять ждем 250 миллисекунд и повторяем все снова. Вот такой небольшой скетч, осталось загрузить его в Ардуино и посмотреть, что будет. Скетч успешно загрузился в Ардуино, и можно заметить, что светодиод мигает сначала не очень ярко, потом чуть ярче, затем мигает в полную силу. Все это делается с интервалом в 250 миллисекунд. Без света это намного лучше заметно, получилась такая мини-гирлянда. На этом третий эксперимент, маячок с нарастающей яркостью закончен. Давайте сразу проведем следующий, это светильник с управляемой яркостью. Отличается от предыдущего он тем, что в цепи у нас появляется потенциометр. Это переменный резистор, сопротивление которого зависит от поворота ручки. Схема тоже не очень сложная, давайте соберем ее. Помимо того, что уже подключено к Ардуино, нам понадобится потенциометр и дополнительные провода. Приступим к сборке. В результате у нас получилась схема, в которой потенциометр подключен к пину А0, а наш светодиод через резистор так же, как и раньше, подключен к пину номер 9. Мы будем считывать напряжение с пина А0, на которое влияет поворот ручки потенциометра, и в зависимости от того, какое оно будет, будем задавать напряжение на наш светодиод. Таким образом, поворачивая ручку потенциометра, мы будем управлять яркостью нашего светодиода. Осталось только написать скетч. Скетч тоже получился небольшой. Раз мы работаем с двумя пинами, то тоже присвоим им имена. Девятому пину мы присвоим имя LED-пин. Пину А0 мы присвоим имя POD-пин, ну от слова потенциометр. Зададим пинам режим работы. LED-пину мы зададим режим выхода, потому что мы будем выдавать на него напряжение, которое пойдет на светодиод. А пин потенциометра, POD-пин, мы переведем в режим input. То есть, мы будем считывать напряжение, которое находится на этом пине. В основном цикле заведем две переменные, Rotation и Brightness. Переменная Rotation содержит в себе значение напряжения на пине потенциометра. Мы считываем его при помощи оператора Analog Read. Brightness это Rotation, деленная на 4. Почему мы делаем так? Потому что оператор Analog Read возвращает число от 0 до 1024, что эквивалентно от 0 вольт до 5 вольт. А Analog Write записывает число от 0 до 255, что эквивалентно от 0 вольт до 5 вольт. И чтобы привести эти переменные в соответствие, мы делим значение на пине потенциометра на 4. Таким образом, значение Brightness будет от 0 до 255. Его мы записываем на наш пин светодиода. Таким образом, когда мы будем крутить ручку потенциометра, будет изменяться яркость светодиода. Осталось загрузить скетч в Arduino и посмотреть, что получится. И после загрузки скетча ничего не заработало. Посмотрев на сборку, я увидел, что допустил ошибку и неправильно подключил светодиод. После этого я пересобрал и уже подключил его правильно. И теперь пришло время крутить ручку потенциометра. Вот как это работает. Попробуем в темноте. На этом третий эксперимент завершен. Осталось еще 17 до конца книжечки конспекта хакера. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокол, чтобы не пропустить новые видео. Если возникли комментарии, вопросы, жалобы, предложения, то, пожалуйста, пишите их в комментах под этим видео или в нашей группе ВКонтакте. Большое спасибо за внимание. Поздравляю вас с наступившим 2017 годом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok